Анастасия, к вам так обращаться? Да, можно так, можно Настя, можно по-всякому. И к Барби тоже обращаются? Да, но я, кстати, не люблю, когда меня называют Бэт Барби. Да? Да, ну типа это в жизни от друзей как-то выглядит, слышится странно, как будто они меня воспринимают не как друга, а как интернет-персонажа. Люблю больше Настю. А вы четко разграничиваете? Да нет. Вы там одна, а в жизни вы другая? Вообще не меняюсь. Ну, вот недавно, кстати, друг говорил о том, что вот ты на интервью такая же, как в жизни. Вот. Так что, не знаю, может быть, у кого-то определенно есть образ, но я, у меня образ самой себя, так сказать. Какая есть, такая есть. В вашем ютуб-канале аж 4 миллиона подписчиков. И я обратила внимание, что вы взяли тем, ну, во всяком случае, вот какой-то определенный период, да, проблемы подросткового возраста, именно школьной жизни. У вас какие-то были проблемы в школе? Вот почему выбрали это направление? Ну, у меня были проблемы, наверное, с общением с одноклассниками. Поначалу такое было, что меня не очень принимали из-за моего характера, потому что я была серой мышкой, я боялась знакомиться. Ну, это было только где-то до 8-9 класса. Я сидела в туалете и обедала. Там мне мама заворачивала бутерброды в контейнеры. Вот. У меня была одна подружка, она меня кинула, потому что у нее появилась плохая компания. Еще я шепелявила в детстве очень жестко, и меня немножечко гнобили за это. А на болевшем, как говорится, да, это очень сложный период, очень много проблем, где-то непонимание друг друга, как раз разделение на какие-то касты, навешивание ярлыков. Вот что поменялось как раз в 8-9 классе? Что случилось? Вы уже стали блогером, и это как-то помогло? Я была блогером с 10 лет. Я снимала видео, все знали в школе, что есть какая-то недоблогерка, которая снимает на YouTube какие-то видео. У меня еще было такое прикольное имя, Настя Блэк, и я помню, я иду по школе, никого не трогаю, и там, Настя Блэк, да, автограф. Ну, это не в хорошем плане. С издевкой. Дразнили. Понятно. Что поменялось? Я попала в плохую компанию. Настало и мое время, я поехала в лагерь летний. И, ну, на самом деле, для меня это неплохая компания, это мои лучшие друзья, которые до сих пор со мной. Вот. Ну, они меня там научили всякому. Плохому? Ну, возможно. Да нет, почему мы дети, подростки все одинаковые. Просто я начала веселиться, кайфовать. Они меня приняли, и они были удивлены, что я такой интересный человек, творческий. Я помню первый день в лагере, вообще, боже, это незабываемое. Они такие, ты что снимаешь видео на YouTube? И давай смотреть все видео на YouTube. И они такие, офигеть. А мальчик, с которого я была влюблена год. И он каким-то случайным образом... Это ради которого вы худели? У вас там есть одна серия? Нет? Там один мальчик, который не обращал на меня внимания, он был в самой крутой школе. Он каким-то образом попал ко мне в отряд, и он такой, а я тебя вообще не видел у меня в школе. Типа, ты что учишься у меня в школе? Вот. И с того момента вот ребята меня как-то раскрепостили. И я открылась в эту манеру и перестала стесняться. Стала самой собой. Почему все-таки Бэт Барби? Это вот в 90-е, наверное, да? Каждая девочка мечтала о такой кукле. Кстати, Барби есть? Да, у меня недавно я себе купила Барби, которая прям эксклюзивный выпуск той самой Барби, которая из фильма сейчас популярна. Я это все дело люблю, это у меня игрушки эти все есть. Так именно поэтому был выбран этот книг? Почему? Или кто-то сказал, что похожа? Да, на самом деле история очень простая. В детстве я, конечно, любила Барби, у меня были только Барби, только Барби. И такие и Мостер-Хай, и братцы, и все. Вот. И 18 лет я уехала из родного дома, из Калининграда в Москву. У меня началась самостоятельная жизнь. Я поступала в театральный университет, при ней поступила. Из-за того, что в театралке нужно все, естественно, никаких ногтей, никаких наручных ресниц, никаких волос. Крашеных? Крашеных, да. Серьезно? Я все 18 лет берегла себя. Для театрального? Да. А потом я так разозлилась на них, что они меня не взяли. Я такая, все, ура. И я всю жизнь хотела быть блондинкой, потому что у меня светлые глаза. И я думала, что это мое кредо, это вообще я должна быть блондинкой. Почему я не родилась блондинкой? А сестра моя блондинка, кстати. И все. Я в Москве покрасилась в тотал блонд, запостила фотку такая, сфоткалась в купальнике. И мне начали писать в комментариях, типа, какая прям Бэт Барби. Бэт? Да, именно Бэт, потому что там фотка такая, сексуального характера. Вот. И в один момент я такая думаю, если у меня началась новая жизнь, я переехала в новый город. Значит, нужно новое имя. У меня новый имидж. И все. Я такая, ну, пусть будет Бэт Барби. А это было в запрещенной социальной социальной социальной. А как Ютуб-то родился тогда? Хорошо там. Ютуб родился в 10 лет. Он родился. Ну, не 4 миллиона сразу, конечно же. Ну да. У меня был сначала один канал, который назывался Настя Блэк. Потом я сделала другой. Экстремальное интервью, да? Да. И я начала его развивать. Ну, и там много у меня ников было. Это уже в профессию переросло? В некую? Я думаю, я уверена, что да. Как направление вообще выбирают, чтобы понимать, что будет наибольшая аудитория? Я не сказала бы, что у меня прям очень много поднималось там по поводу школьного возраста, каких-то проблем. Ну, в основном у меня лайф. Ну, дочь моя, например, почти 18-летняя, считает именно так, что она такие важные темы поднимает. Да! Вот и сейчас вот обратная связь, да, получилась? Блин, я, наверное, уже забыла все эти видео. Снимаешь, снимаешь их каждый день, забываешь, что снял. Вот. Но, да, я могу там иногда во влогах, допустим, путешествую. И в какой-то момент я такая, так, друзья, сейчас у меня нотка вдохновения. Давайте поболтаем о серьезном. И начинаю что-то говорить такое за жизнь, учить чему-то, говорить, что я там какие-то выводы сделала. Вот, ну, вот по поводу контента это влоги с путешествий. Я очень люблю кастомизировать одежду, рассказывать о покупках своих. Типа это все девчачьи такие. То это не с командой придумывать, это от себя? Это да, это я придумаю. Вот. Всегда весь контент каждый из нас придумывает сам. Ну, наверное. Итак, Бэт Барби. Вообще Барби с чем ассоциируется, во первую очередь? Это гламур какой-то. Вы сейчас на Ямале. Какого спрашивается? Да, какого? Да. Что ж такого гламурного вы на Ямале нашли? А я вам хочу сказать больше. Я сделала фотографии на розовых каблуках, в горах. Я просто не знала, что меня ждет. Вот. И когда мы сюда приехали, с самого первого дня, мне началась вот эта вот вся история нравится. Особенно, когда на второй день мы поехали в экспедицию. Прям горы, без связи. Там три дня были. Невероятные закаты, рассветы, пейзажи, горы, равнины, олени. Потом поехали на этот ледник. Добирались до туда пять километров туда. Даже шесть там получилось. Господи, вы не представляете, как я ныла. Как мне было в один момент плохо. И как я умирала. Но это того стоило. Но мне очень понравилось. Вот. Пять километров обратно. Короче. Если честно. Это не гламурный движ. Но такое надо в жизни испытать каждому. Как мне кажется. Потому что это очень интересно. Это запоминается на всю жизнь. Это прям чувствовать, что живешь. Смотришь на такую красоту. И еще понимаешь, что это в России. Да. Ты такой, вау. Круто.